всем привет а только с улицы пришел борода не расчесана ветром раздувало во все стороны значит смотрите о чем разговор по поводу физкультуры для суставников есть проблема с которые сталкиваются большинство людей надо правильно понимать что суставники в основной своей массе я уже могу смело некоторую статистику предъявлять вам потому что за моими плечами группов которые находятся точнее через эту группу прошло более тысячи человек потому что она уже функционирует третий год и каждый месяц идет какое-то обновление кто-то остается кто-то уходит поэтому я насчитал более тысячи человек и я могу точно сказать что вот профессиональных спортсменов или таких хороших фанатиков спортсменов достаточно мало в этой группе большинство это женщины женщины матери бабушки это домохозяйки это в основном те люди которые к спорту имели очень поверхностное отношение и из этого складывается некоторые впечатления которые выходят за стены этой группы или же просто когда люди начинают заниматься по ютубу где-то что-то увидели вот как полезное упражнение там на подвздошную я не начинаю делать и сталкиваются все с тем что данное упражнение вроде бы на начальном этапе пока вы делаете дает вам облегчение вы запускаете механизмы разогревающие ваши вот этот локальный очаг боли там да ну например в районе сгибателя бедра вы начинаете вытягивать растягивать вы начинаете массажировать там вы начинаете греть и получаете облегчение проходит день проходит 2 вы делаете 3 проходит но после облегчения вы начинаете двигаться в обычной своей жизни и опять боль к вам возвращается может меньшей степени может больше все еще зависит от вашей психосоматики все зависит от вашего внушения самовнушения насколько вы верите в успех этого предприятия но факт то что к вечеру у вас опять что-то разболелась что-то не так не так все как вы думали и буквально через три дня вы это упражнение перестаете делать вот скажите что я говорю неправда но перестаете же делать но не делайте вы вот день-два кто-то на следующий день уже не делает кто-то еще на второй день попробовать кто-то на третье но чтобы кто-то поработал месяц в монотонном режиме выполняет там какое-то упражнение или комплекс упражнений конечно одно упражнение не решает да нужно в сочетании несколько упражнений чтобы понимать как она работает там на мышцы агонисты на мышцы антагонисты чтобы как-то сбалансировать эту нагрузку единицы только которые выдержали месяц тренировочный единицы я имею ввиду вот кто самостоятельно тренируется по каким-то рекомендациям и они почувствовали стабильность движения они почувствовали что боль ушла ночная которая их мучила они почувствовали что они лучше стали ходить они стали более выносливые что меньше стартовая боль начала их одолевать что они улучшили свое состояние но не говорю я вам о том что вы полностью избавитесь да не об этом речь я говорю о том что системный подход он должен быть где-то месяц как минимум для того чтобы понять что у вас происходит изменения коренные изменения что не просто вам кажется вам действительно стало легко но это месяц представляете 30 или 20-25 дней вам надо делать одно и то же ну там 3-5 упражнений одних и те же кто с этим справится единицы понимать результат хотят все а добиваются единицы равно так же как в большом спорте все хотят стать чемпионами но чемпионами становятся единицы так же как и в заработке денег все хотят заработать но зарабатывают единицы потому что у кого-то есть эта мотивация кто-то хочет кто-то верит кто-то питает надежду и каждый день этим занимается а кто-то просто подумал да вот же у меня на полочке диклофенак лежит ну зачем мне вот это пыжиться напрягаться если там больно ну возьму диклофенак выпидаю все решил вопрос и решил вопрос на ближайшие три дня а кто-то бутылку водки достал из холодильника с огурчиком раз выпил и сразу полегчало и такие чудаки если такие чудаки мне пишут что ягод я на ночь выпиваю бутылку водки и тогда я сплю хорошо вот то есть вы можете просто взять для себя вот два вектора два направления в своем познании коксоартроза гоноартроза сколиоза или вы тренируетесь системно постоянно ну давайте возьмем ладно давайте возьмем другое совсем вот не обязательно с тренером вот без тренера человек пришел в качалку вот традиционную качалку все наверное туда заходили все понемножку занимались также точно точно самое пришли люди в качалку пришли два молодых человека один начал тренироваться изо дня в день а другой приходит раз в неделю за компанию но у кого результат будет но это же очевидные вещи я вам вам взрослым людям рассказываю над на пальцах вещи которые очевидны и понятны но даже эти вещи вы не хотите делать и первое что вы пишете вот эта категория людей чтобы я три дня позанимался три дня или четыре дня и ничего существенного не произошло а что должно произойти ну что должно произойти луна должна упасть или солнце не взойти что должно произойти с вами такого замечательного и такого очень индивидуального что могло бы вас удивить что чудо есть в спорте вот в этой оздоровительной физкультуре есть чудо чудо это вы сами это вы сами важно ваше настроение ваша мотивация и ваше желание что-то исправить и повторяю что вот просто выполнять упражнения визуализировать да вот посмотрели что она камеру вот человек вот так не и повторяет так тоже не будет упражнения работы вы должны понимать как вы поставили заднюю ногу как вы поставили переднюю ногу почему у вас колено должно быть прямой почему у вас стопа развернута на 45 градусов почему в этом положении спина у вас должна быть прямая куда голова должна смотреть куда плечи должны смотреть вот это все вы должны знать то есть не просто как солдат в армии он знает команду смирно и команду вольно вы должны аргументировать через но через меня например там через тренера для себя аргументировать что эта позиция она имеет вот такое положение потому что она вытягивает вашу подвздошную у вас выпрямляются подколенные сухожилия у вас работает голеностоп у вас вытягивается ахиллова сухожилия и когда вы все это понимаете вы тогда уже с удовольствием встанете в эту позицию а не просто из-за того что вы увидели тренера который сказал вот в этой позиции вы должны там стоять три минуты вот и все поэтому подумайте подумайте насколько для вас вот имеет ценность насколько имеет вообще нет ли для вас ценность до какие-либо упражнения или это просто повторение движения на автопилоте не задумываясь глубоко не понимая что вы делаете и конечно же никакого результата не будет потому что существует каждому упражнение целый цикл лекций которые вы должны слушать и понимать для чего это делается в какое время это делается и как долго его нужно делать чтобы получить долгожданный эффект всем здоровья всем пока но если вы хотите вступить группу а вот здесь прямо в комментариях напишите я вам скину ссылку и вы перейдете живем без боли